ДИСКЛЕЙМЕР Мать Ольги продолжает жить в опасной квартире. Влага рушит потолки и просачивается в комнаты, не давая сделать в квартире даже косметический ремонт. Нереально делать ремонт. Обои откиснут. Фальш-потолки тоже отпадут. Мы пытались, вот, просто попытались что-то сделать частично, но посмотрели, это все отваливается. Почему коммунальщики игнорируют проблемы одесситки? Спецкорреспондент Одесса под контролем вместе с Ольгой Жуковской отправился в приемный день к директору ЖКС Портофранковский Малхазич Харчишвили. Малхази Малхазич Харчишвили. Пока мы беседовали с секретарем, из своего кабинета буквально вылетел Роберт Цария. Мы попытались побеседовать с чиновником на ходу. Я прошу прощения. У вас сейчас приемное время. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Куда вы убегаете? Ответьте нам на вопрос. Куда вы убегаете? Я на работе. Я тоже на работе. Я на объекте. Я на журналистском расследовании. Вы сейчас... Вы препятствуете работе журналиста. Что? Нет, я не директор. У вас приемный день. Я не директор. Приемный день у вас. Нет. Ответьте нам на вопрос. Мне только что сказалось. Иди дай, что вместо. Что ты делаешь? Я же такой кем-то не поможешь. Теперь Ольга пойдет в Приморскую райадминистрацию. Недавно назначенный Роберт Цария оказался натуральным хамом. Одесса под контролем вручила Ольге карточку активиста. Вместе с одесситкой мы следим за развитием событий. Ветвистое дерево, без спросу выросшее между домами во дворе на улице лейтенанта Шмидта, 17, и постепенно разрушающее стену старого здания, давно беспокоит Тамару Михайличенко. Женщина обратилась на горячую линию Одессы под контролем, не получив ни одного ответа на свои обращения к коммунальщикам. Пишет она им уже два года. Вот уже сейчас есть три ростка, кроме этого огромного дерева. Еще остальные так же быстро, они вымахают и будут такими же огромными. Но я пыталась говорить с Зелентрестом. Они говорят, говорите с ЖЭКом, ЖЭК заявление пишет, разрешение даем. Ходила в службу, которая дает разрешение, находится на Дерибасовской. Они посмотрели, все поняли и как бы так в шутку сказали, да, у нас таких случаев бывает, что уже как бы дом приходится спасать, а дерево трогать нельзя. Дерево никто не сажал, растет оно на нежилой территории, и поэтому никому до этого нет дела. Сотрудники коммунального сервиса тоже не торопятся принимать меры, объясняя свое бездействие невозможностью уничтожать зеленые насаждения. Все-таки человек живет в доме, а не на дереве. Поэтому дом на первом, ну, акценты расставить разумно. Мы озеленяем город, я, конечно, за озеленение города, но не за счет же строения жилья людей. Чтобы выяснить судьбу своих трех заявлений, Тамара Петровна вместе с корреспондентом Одессы под контролем отправилась в КП ЖКС Фонтанский. Сотрудники технического отдела, категорически отказавшиеся представляться, заверили, что в этот раз все документы переданы на комиссию в управлении экологии. В течение месяца комиссия должна вынести решение по проблемному дереву. Одесса под контролем обещает поделиться информацией о выводах экологов через месяц. На горячую линию Одессы под контролем обратились жители улицы Заболотного. В подвале их дома уже три года стоит вода. Когда специальный корреспондент Одессы под контролем приезжал к жителям в первый раз, внезапно объявились сотрудники обслуживающего дом номер 30 коммунального предприятия Черноморгидрострой. С собой они даже привезли насос, чтобы откачать воду. Однако, как только мы уехали, по словам жителей, рабочие сразу собрали все оборудование и уехали вслед. Доказательством этому служит все так же стоящая в подвале вода. Вместе со специальным корреспондентом Одессы под контролем жители дома отправились в коммунальное предприятие Черноморгидрострой. Но, как ни странно, в приемное время никого на рабочем месте не оказалось. Встретиться с Александром Листофоровым удалось только с третьего раза. Мы шли, дядюши, в воду качают. В воду один раз приехали, начали качать. И здесь, как только уехали к телеканалу, сразу же после них, через где-то полчаса, наверное, где-то там, час, уехали, опять собрались и уехали. Причем оставили дверь у нас входную открытую, когда они остались. И поломали нам дверь. Все поломали. Или нам вызывали. Начальник заверил жильцов и специального корреспондента Одессы под контролем, что все работы начнут производить в мае. Я вам говорю, с мая месяца мы приступаем к работе. Специальный корреспондент Одессы под контролем вручил Софье Соловьевой и Галине Милобеской карточку активиста Одессы под контролем. И теперь они вместе с нами будут бороться за права одесситов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова